Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Сейчас уже почти лето, но если вы неудачно подскользнули зимой, то добро пожаловать в «АвтоСтронг-М» за отличной кузовщиной, а также в «АвтоСтронг-М» 200 000 запчастей для вашего автомобиля. Прямо сейчас мы пройдем по японцам. 2.2 мы уже разбирали, поэтому сейчас мы разберем 2.0 D4D – популярнейший мотор. Встречаем! В 2005 году компания Toyota представила второе поколение дизелей с «Коммон Рейл» – двигатели серии AD объемом 2.0 и 2.2. У этих двигателей легкосплавный блок, чугунные гильзы, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы присутствуют в приводе ГРМ однорядная роликовая цепь. Производителем топливной аппаратуры является компания Denso. За давление топлива отвечает двухплунжерный ТНВД Denso HP-3. За впрыск топлива отвечают электромагнитные форсунки. Но на самой мощной версии двигателя 2.2 форсунки пьезоэлектрические. Сегодня мы разберем двигатель, снятый с «Таем», Toyota Avensis с 2006 года. Один AD FTV. Его также ставили и на другие модели Toyota, такие как Versa, Corolla двухпоколений, Auris, также RAV4 двухпоколений. Данный двигатель устанавливали на Toyota до 2015 года. Дизельные двигатели AD получились очень хлопотными. Компания Toyota устраняла все косяки в гарантийный период и даже после него сервисные бюллетени выходили с 2008 по 2019 год. Признанные проблемы коснулись турбокомпрессора, дозирующей заслонки, ТНВД, его управляющего клапана, цилиндропоршневой группы и даже системы очистки выхлопных газов. Сегодня мы будем рассказывать об известных и не слишком известных проблемах данного двигателя. Двигатель, который мы разбираем, разукомплектован. Но на нашем огромном шестиэтажном складе есть, как вы знаете, практически все. Поэтому всю навеску, которую нам нужна, мы, естественно, нашли. Бывают случаи, что двигатель 2.0D4D не заводится, то есть совсем не крутит. Виной этому очень часто является стартер, а именно втягивающее реле. Реже виновником того, что двигатель 1AD FTV не заводится, является датчик положения коленвала. На двигателях 1AD FTV используется надежная турбина IHI-RHF4. Она требует внимания при больших пробегах из-за подклинивания лопаток ее геометрии и ограниченного хода. При этом компрессор, как правило, обеспечивает чрезмерное давление наддува. Об этом говорят следующие симптомы. Загорание Check Engine при отпускании педали акселератора после разгона, либо подергивание при разгоне с последующей регистрацией ошибки по перенаддуву. Лучший способ очистки геометрии – это снятие и разбор всего узла. Но в некоторых случаях может помочь расшевеление лопаток. Надо просто приложить усилия к штоку. Еще одной причиной некорректной работы геометрии турбины является засорение вот этого электровакуумного клапана, который управляет вакуумным актуатором турбины. Оригинальный генератор на двигателе 2.0D4D служит 200000 километров. Затем он охотно просится на переборку или замену по причине выхода из строя диодного моста. На это, естественно, указывает индикатор отсутствия заряда. При переборке заодно меняют реле-регулятор и щетки. Но зачем вам менять реле-регулятор и щетки, если можно купить отличный бэушный генератор в «АвтоСтронг»? Тем более, что у нас генератор живой и с исправной обгонной муфтой. Топливный насос Denso HP3 очень надежный и долговечный. Случаи износа его деталей и поломки минимальны, хотя некачественной соляркой можно прикончить и его. Вообще этому насосу присущ износ в секции подкачки. Но таких случаев очень мало. Обычно при проблемах в топливной системе Denso внимание либо замены заслуживает управляющий клапан, а также форсунки. Важный и по сути единственный управляющий элемент на ТНВД – это клапан управления потоком. Данный клапан управляет подачей топлива к плунжерам в зависимости от нагрузки на двигатель. При неисправности данного клапана появляется ошибка по избыточному давлению в топливной рампе. Тогда двигатель приходит в аварийный режим. Но эти симптомы пропадают после перезапуска двигателя. Также из-за неисправности данного клапана обороты холостого хода могут плавать. Также двигатель может не заводиться. Новый такой клапан стоит 150 долларов. Оригинальный от Denso. АБУ можно купить дешевле и он прослужит несколько лет. Клапан нужно менять осторожно, так как нередки случаи деформации двух уплотнительных колец. После чего солярка сочится наружу. Также неисправному клапану можно продлить жизнь. Надо его разобрать, достать золотник, отполировать золотник и корпус, чтобы не было потертостей ни на золотнике, ни на корпусе. Также этот клапан участвовал в отзывной компании Toyota, потому что двигатели этого семейства плохо заводились в мороз. Компания Toyota предложила улучшенный клапан и обновленную прошивку. Электромагнитные форсунки Denso типа G2 на двигателях 2.0 D4D надежные и ресурсные. Но продлить их жизнь и защитить всю топливную систему можно, покупая только оригинальные фильтры. Дело в том, что неоригинальные фильтры, даже именитых производителей, не всегда подходят. По наблюдениям владельцев и сервисменов у них есть проблема с прокачиваемостью топлива. На износ форсунок Denso в первую очередь показывает увеличенное время прокрутки двигателя до старта. Это происходит из-за того, что через клапан мультипликатор уходит слишком много топлива. Эти форсунки отлично ремонтируются и стоят недорого, особенно БУ. Также по незнанию многие владельцы доезжают до прогорания огнеупорных шайб. В этом случае под клапанной крышкой появляется много газов, то есть двигатель дымит из маслозаливной горловины, как из выхлопной трубы. Гнезда форсунок засоряются маслом и сажей, которые рвутся наружу. В этом случае извлечение форсунок недешево. А сегодня в разборе нам будет помогать Николай. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку. Впускной коллектор и клапан EGR на двигателе 2.0D4D очень быстро зарастают гуталином и масляной шубой, особенно если мотор подъедал масло. Поэтому впускной коллектор и клапан EGR надо чистить каждые 30 тысяч километров. Клапан EGR сам расскажет, что ему не хорошо, потому что у него есть обратная связь, зафиксируется соответствующая ошибка P0400. Естественно, на очень многих двигателях Toyota D4D 2.0 этот клапан отшит. После чистки впускного коллектора данный двигатель расходует меньше топлива и едет намного бодрее. Под клапанной крышкой у нас два распредвала, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы присутствуют. Следует заметить, что под клапанной крышкой есть форсунки, которые нужны для орошения маслом кулачков распредвалов. Если говорить по состоянию, то износа на кулачках мы не видим. И заметим, что здесь светлый масляный налет, что не присуще дизельным двигателям. Однорядная цепь ГРМ на двигателе 2.0 D4D очень надежная. И ходит не менее 300 тысяч километров. Случаи ее замены очень редки. А вот оригинальная помпа на двигателе 2.0 D4D нередко текла уже при пробеге в 150 тысяч километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До 2010 года двигатели Toyota серии AD выпускались с бракованной прокладкой ГБЦ. Из-за чего двигатели первых годов выпуска выпаривали антифриз, который попадал в камеры сгорания. Также в некоторых случаях бурлила охлаждающая жидкость в расширительном бачке из-за того, что газы попадали в рубашку охлаждения. Также двигатель терял часть антифриза из-за того, что он стекал по блоку цилиндров. Компания Toyota устраняла эти косяки по гарантии. Немало двигателей Toyota 2.0 и 2.2 до сих пор сталкиваются с необходимостью замены бракованной прокладки. То есть бракованная прокладка служила по 10-15 лет. Блок алюминиевый, гильзы чугунные, открытая рубашка охлаждения. Состояние цилиндров идеальное. Никакого нагара на донышках поршней и хон отличный. Коленвал в данном двигателе опирается на бугельную плиту. Здесь находятся коренные вкладыши и, как мы видим, они все в отличном состоянии. Врожденная проблема двигателя 2.0 D4D – это расход масла на угар. Причем эта проблема преследует двигатель до сих пор, потому что инженеры не могут ее решить. Первая попытка была в 2010 году. Инженеры предложили новые поршни и новые поршневые кольца, улучшенные. Но уже к 2012 году стало ясно, что проблема не решается. И эти двигатели даже меняли по гарантии. Но до самого конца двигатели ADET так и не избавились от масложора. Можно сказать, что с конвейера сходили дефектные двигатели. Компания Toyota меняла таким двигателем поршни и блоки цилиндров. Гарантийные ремонты касались и касаются двигателей, которые потребляют более 700 грамм масла на 1000 километров. В принципе, двигатели серии AD при нежесткой эксплуатации потребляют масло умеренными порциями. Если говорить о поршнях, то поршни у нас в хорошем состоянии. Графитовое напыление присутствует, немного потертые шатунные вкладыши. На жировом поясе присутствует масляный нагар, но при этом, как мы видим, компрессионные кольца абсолютно подвижны. Обратите внимание, какое тонкое маслосъемное кольцо. В поршне также присутствует 8 отверстий для отвода масла, которые просверлены в канал, в которые маслофорсунки впрыскивают масло. Резюмируем. Поршни в хорошем состоянии и нет никакой связи с масляным нагаром, который на жировом поясе. Вот такая вот загадка двигателя Toyota. И коленвал у данного двигателя визуально в прекрасном состоянии. Разборка закончена и сегодня мы разобрали реально хлопотный агрегат. Это был последний четырехцилиндровый дизель Toyota. Кто не знает, Toyota отказался от собственного производства в пользу производства дизелей вместе с компанией BMW в 2015 году. Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, обязательно оставьте комментарий, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». «АвтоСтронг-М» 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 Продолжение следует...